Рождество Христово До встречи одного из главных праздников христиан Мы встречаем еще один праздник, но только праздник светский, это Новый год И вот тут перед православным христианином становится дилемма Встретить Новый год или соблюсти рождественский пост Пойти на ночную службу, литургию новогоднюю Или встретить Новый год за столом, съедая салат оливье И проводя время в кругу близких за просмотром телевизора Об этом мы поговорим с нашим сегодняшним гостем Настоятелем храма в честь преподобного Серафима Саровского города Новокубышевск Отцом Александром Мищенко Отец Александр, здравствуйте Здравствуйте Отец Александр, как встретить Новый год и не нарушить рождественский пост? На самом деле мы придаем слишком большое значение Новому году Какое-то гиперболизированное такое, огромное И это неудивительно, наверное, потому что раньше, скажем, до революции, наверное, у человека было Он жил от Пасхи до Пасхи Зимой было Рождество Христово И был еще посев и был сенокоз Вот главное событие для человека Самое яркое Понятно, что было много еще других Но самое яркое в году В советские годы у нас Пасха заменилась 1 мая Мир, труд, май Кстати говоря, и сенокоз сюда же перешел на мир, поэтому и труд И в мае Рождество стало Новым годом А осенний сенокоз стал у нас день революции 7 ноября Тоже большой праздник Вот самые яркие для советского человека Потому что я тоже чуть-чуть застал советское время Я рожденный в СССР Чуть-чуть-чуть краешком зацепил это время еще Вот, наверное, самые яркие были события для человека Новый год, 7 ноября, 1 мая Вот самые яркие И если потом, скажем, сенокоз у нас стал отходить в сторону Потому что люди стали приезжать в города Появилась техника, трактора и прочее И мне так стало важно весенний вот этот сенокоз И убор урожая, как яркие, так и отошли от нас И остался 1 мая, остался 7 ноября и Новый год И в этом плане Новый год, скорее всего, был самым ожидаемым праздником Почему? Потому что люди жили ощущением, что вот-вот скоро начнется вечный коммунизм И жили люди пятилетками И каждый год этот пятилетку сокращал и приближал Вот в этом году наступит коммунизм Вот в этом году наступит коммунизм И люди каждый год ждали, что вот год прошел И теперь нужно встретить Новый год, в котором будет коммунизм Это было для человека важным событием И этот праздник очень сильно культивировался в советские годы И Дед Мороз появился у нас в советские годы Как раз благодаря тому, чтобы оттенить от Николая Четворца Оттенить от Рождества и затмить все праздником Нового года В 90-е годы, я думаю, что этот праздник еще больше усилился Только в другом контрасте Год, как говорили в моем детстве Год прожили и, слава Богу, дожили до конца года И человек, наоборот, позволял себе в конце года все Он себя награждал за то, что он выжил Буквально выжил в этом 90-м году Одному из 90-х годов И тогда я помню, что были прям праздники Люди гуляли как последний день жизни В наше время Новый год теряет актуальность Потому что и коммунизма уже не ждем И перестали мы выживать, кстати говоря, в наше время И правда для многих людей Новый год стал чуть-чуть угасать И, к счастью, для многих стал открываться праздник Рождества Христова Но Новый год остался, и он остался добрым семейным праздником Который можно отмечать, почему бы нет? Вопрос только как? С какой целью отмечать? И одно другому не мешает Если есть в вашем крушении храм, где есть ночная литургия в новогоднюю ночь То это чудесное начало Нового года Есть же поговорка, она имеет основание Как год начнешь, так и проживешь Ты как день начинаешь? Начнешь день с хорошей мысли, с хорошего доброго слова, с молитвой День будет один Начнешь, как говорится, не с твоей ноги, с какого-нибудь разражения И весь день так покатится И год так же Начнешь с литургии, это будет совсем другой год Начнешь с безумной пьянки Что-то утром не можешь вспомнить, как это было Я думаю, что это будет тоже другой год Поэтому вы можете пойти На ночную литургию, если есть такая возможность Если нет, то во всех храмах, как правило, служатся вечером накануне Нового года Новогодний, так называемый новогодний молебен Молебен благодарственный Богу Когда люди благодарят за прошедший год, просят помощи в наступающем году Потом пойти домой, сесть с семьей, сделать постный стол Как правило, в этот день еще можно рыбу есть Потому что начинается с второго числа строгий пост Даже, я думаю, что бокал шампанского, если два-три глотка, никому не повредит Но что нужно сделать? Нужно за столом друг дружку поблагодарить за прошедший год Самое главное — поблагодарить Бога за прошедший год Построить какие-то планы новые, подвести итоги Что мы успели, что мы хотим в Новом году сделать И это будет хорошее, доброе начало Нового года А утром пойти потом на службу или пойти куда-то гулять Вот как пример у нас и добрая традиция Что мы собираемся с молодежью, с подростками С уже семьями уже теперь, с прихожанами В 9 утра 1 января, когда весь город спит И мы собираемся сначала на краткий молебен А потом идем на природу и полдня проводим на берегу Волги Вместе общаемся Вместе в каких-то веселых детских играх проводим этот день Это не мешает нашему посту нисколечке Мы совмещаем и пост, и праздник И все на самом деле ждут А потом все спокойно переходят к подготовке к Рождеству Не теряя ничего, накопленного за весь предыдущий пост Да, батюшка, вот замечательный вы пример Привели того, как встретить Новый год, провести его Есть только один нюанс Что зачастую семейный стол в Новый год, он далеко не пост Это хорошо, когда, да, семья вся верующая И родители действительно как-то стараются пост все-таки не нарушать рождественский Но часто мы знаем, что в семье там бывает муж неверующий, жена верующая Или там просто большая семья вместе живет И далеко не пост на стол готовят Или просто один человек только в семье верующий, он ходит в храм Но он понимает, что те, кто у кухни, у плиты находятся Они далеко не пост на стол приготовят Вот как ему тогда поступать в этой ситуации? Как ему быть? Как не нарушить пост? Или наоборот, все-таки ради любви к ближним Все равно сесть за стол с близкими И есть то, что предложили Какой путь здесь выбрать? Ну, как один из вариантов Это самому позаботиться о своем новогоднем столе Если уж никому, если уж настолько с близкими все так сложно, что они не готовы для тебя Казалось, твоя семья, они же могут знать, что ты простишься Не будет выглядеть группа так, ребята, вы мне не приготовили И сейчас я сам себе все приготовлю И отдельно сам себе накрыл Но как-то, мне кажется, может даже кто-то обидится Хозяйка особенно, допустим, если готовила Конечно, могут обидеться Поэтому, если есть возможность, то лучше или договориться Или завести такую традицию, что есть на столе и постное блюдо, и не постное блюдо Что, ребята, я, конечно, с вами хочу разделить радость новогоднего праздника Но я вот поем свое, а вы поедите свое И я знаю, что так очень часто бывает Даже далекие родственники знают А, вот этот постится, надо ему там что-нибудь такое Пускай даже не умело, но что-то приготовит постное Если уж совсем такая ситуация То мы знаем примеры, когда святые отцы нарушали пост И ели там и сало, и прочее Вот, но тут должно быть большое разумение, большая мудрость И не должно быть самооправдание А, ладно, сейчас можно все Я же ради любви к близким И потом ты не вспоминаешь себя утром, что ты как И где-то проснулся То есть должна быть определенная мера Должно сохраняться внутренний мир И должно быть понимание, что Вот как Силон Афонский Что я, конечно, это ем Но мне это вот настолько Как бы не доставляет большого удовольствия Я ем по любви Потому что я хочу, на самом деле, поститься Я хочу ради Христа По послушанию, по любви к Нему Свой пост соблюдать и соблюсти И потом встретить Рождество Как вот относиться к празднику Ну, здесь с Новым годом, да, все понятно Добрый семейный праздник Мы стараемся по возможности провести это время тоже с семьей Мы посещаем храм И с семьей проводим время Поздравляем друг друга Дарим подарки Такую вот радость небольшую Да, предрождественскую, скажем так Тоже оказываем Но у нас же есть и праздники светские Которые имеют, скажем так, сомнительную историю Каждый раз, когда они наступают Ты в очередной раз слышишь вопросы от людей Там в церковной среде А нужно ли их вообще отмечать Нужно ли их вообще встречать Да, это вообще праздники далеко Даже какие-то антихристианские Ну, можно Ну, самое, наверное, вот что приходит в голову Это тот же Хэллоуин Который там категорически, да, там нельзя никак его встречать Да, тот же псевдопраздник Там День Святого Валентина Да, ну и, наверное, более такой уже, скажем так Праздник, который не сразу понятно Почему могут возникнуть вопросы Это 8 марта Но тут начинает сразу придираться К истории этого праздника Как раз то, о чем вы в самом начале говорили Да, про коммунизм И вообще какая предыстория была праздников Почему они вообще возникли И чему они были посвящены Хотя для некоторых праздников Уже отчасти, я думаю, этот смысл утерян И вот здесь вот вопрос Как нам относиться к таким Нам, православных христианам Относиться к таким светским праздникам Можно их отмечать, нельзя их отмечать Разъясните нам Александр Мы должны понимать, что любой праздник Он носит в себе всегда воспитательный характер Мы для того и празднуем Мы отмечаем какой-то день Чтобы, во-первых, почтить объект праздника Скажем, или там какого-то человека Или какое-то событие Или группу людей И из этого вынести для всех воспитателей момент 9 мая Ну там же сплошное воспитание И мы говорим И о том, что войны не должны никогда больше быть Мы говорим о том, что как наш народ сплотился И какой у нас был единение народа Мы говорим о подвиге людей Которые были на фронте Которые были у станков То есть мы через этот праздник Получаем огромное воспитание Всех поколений Праздник, скажем То же самое день рождения Он же тоже, по идее, должен носить Воспитательный момент для человека Потому что ты можешь подвести Это как раз твой личный Новый год Ты можешь подвести итог Как я этот год прожил Ты можешь понять, что ты что-то не успел А тебе нужно перестроить, может быть, какие-то планы И ты уже это не успеешь никогда Нужно что-то менять Ты можешь поблагодарить Бога Своих родителей, наставников Тех друзей, тех людей, которые тебя поддерживают Ты можешь подарить всем праздник в этот день Тебя как-то поддержат И скажут, что ты вот не совсем плохой Это все-таки вот в чем-то, в чем-то хорошее Ты можешь вдохновиться В общем, даже день рождения Личный праздник человека Он имеет внутри себя воспитательный характер И мы должны все праздники Именно так и рассматривать Если Хэллоуин позволяет человеку Облечься в облик зла В облик И снять запреты и границы Которые до этого существовали человека Что мы воспитываем в человеке? Что мы потом хотим от этого получить? Ребенок снял запрет А потом, как его вернуть обратно? Он уже прорвал эту границу Он уже попробовал это все И тогда понимаешь, что Хэллоуин совсем тебе не нужен Потому что ты этим разрушаешь всю свою воспитательную работу Которая была долго кропотливо до этого проведена С ребенком и со взрослыми то же самое Да и не говоря о том, что заигрывание с нечистыми силами Никогда хорошо не кончалось Никогда не хорошо не кончалось Все эти рожки, которые люди, к сожалению, могут на машине наклеить Или себе на голову нацепить Это кончается, как правило, плохо и очень быстро у людей А остальные праздники Восьмое марта Действительно у него с истории Не позволяет какого-то хорошего Взять момент воспитательного Потому что является свобода женщины Но свобода женщины уже прессонируется Как своеволие женщины И своеволие женщины мы знаем Чему привела, скажем, в раю у Евы Понятно, что потом со временем Этот праздник уже преобразился в почитание женщины как таковой И стали говорить о женщине, какая она должна быть И почитать своих родителей, матерей, маленьких девочек И воспитывать их То есть можно из этого праздника взять воспитательный момент Но, честно говоря, я бы мечтал о том, чтобы в нашей стране Женский день, такой государственный, стал День матери Когда у нас недавно совсем был День мамы И вот где больше почитания женщины, чем как мама Это было бы правильно Потому что любая девочка рождается с желанием быть мамой Она играет в куколке И маму мы любим такой любовью, как никого другого И здесь выбирается весь негативный момент из женского Потому что сколько я не присутствовал на женских 8 марта праздника Куда бы ни приглашали Какими-то официальные, допустим, даме торжества То там начинается какое-то выпячивание женщины Не всегда с хороших и нужных сторон и моментов Какое-то такое высмеивание Что женщина должна мужчиной управлять Или должна управлять Сложно, в общем, становится И оттуда вынести правильные воспитательные моменты Поэтому 8 марта мы, конечно, празднуем Нужно понимать, зачем и для чего И так, я думаю, что нужно относиться ко всем праздникам И к Новому году И к церковным праздникам Относиться нужно так же Потому что мы из них как раз получаем много воспитательных моментов Для того они существуют в том числе И к остальным светским праздникам Если они имеют, скажем, День танкиста Нужно отмечать Но если у тебя, скажем, кто-то из танкистов Есть рядом в окружении То это хороший воспитательный момент Танкисты, они там смелые, храбрые Они команда между собой Они дружелюбные День авиации Это же вообще там В небо и самолёты Для всех Для мальчишек это вообще Желание быть потом лётчиком То есть Вот мы должны выносить с праздников Не просто повод собраться столом И вкусно поесть И перекладывать сходить А именно Чтобы это было воспитанием В нас, в наших детях В каких-то добрых, новых качествах Детский Александр Вы упомянули О праздновании Дня рождения И тоже один из частых вопросов у людей Как мне встречать День рождения Праздновать Если он у меня выпадает В период поста Или, допустим, человек Хочет причаститься Тоже он готовится к причастию Говеет Поститься А его, например, зовут на День рождения Близкий друг Кто-то из родственников Зовёт на День рождения И этот православный христианин Понимает, что Всё будет потеряно Если он пойдёт на этот День рождения Потому что человек Далёко от церкви И он понимает Что если он откажет Это, не знаю, лучший друг его Близкий родственник Мама родная или папа Ну, как-то это будет неправильно Вот как ему в этом случае поступить Какое решение принять Ну, конечно же Мы должны, опять-таки, поступать С тобой по любви Если пока человек не воцерковлённый Но ты ему дорог Он дорог тебе То невозможно не пойти На День рождения Или на свадьбу Например, Великим постом Не пойти Другой вопрос Как там быть И, может быть, стоит Немножко посидеть Поднять тост Поздравить человека Он скажет Я тебя очень люблю Ну, мне уже пора И вот когда ты начинаешь Самые-самые-самые там Танцы и гулянка Потихонечку уйти заранее Чуть пораньше уйти Подарить подарок Проявить любовь Внимание к человеку Ну, посиди ещё немножко Ну, посидел ещё немножко Ну, всё, мне уже пора А в третьего раза Потихонечку-потихонечку ушёл И поздравил Любовь проявил А если у тебя День рождения в пост Ну, я могу поделиться Например, своим личным опытом Я не всегда был священником Одно время я работал В администрации города Новокуйбышевск И у меня день рождения Встав в пост В декабре И я У нас была традиция Что в обязанный перерыв В день рождения Мы собирали всех коллег Их угощали Какими-то Приятными вкусностями Все вместе отмечали И я вот делал Всякие рыбные Приятные блюда И приходили люди Говорят Да ладно Да так можно поститься, что ли? Ты чё ж так не поститься Как ты постишься? Там и рыба красная Там и всё такое Всё хорошее, вкусное Поэтому Как вариант Можно, если люди Можно сделать вкусный постный стол На самом деле Если ты понимаешь Что летит, воспримут Бывают Совсем родственники Которые Не готовы Воспринять Но Опять же Надо поступать Средним путём И по любви Если возможно Перенести То перенести Свой день рождения Не умрёшь Сам от этого Никак Если уж Невозможно Перенести Ну как-то Какие-то Искать способы Мы должны быть Людьми творческими И как можно Больше Сохранить внутренний мир Потому что Что мы по столь Получаем Мы Когда постимся Мы Своё тело Немножко послушиваем Мы меньше Смотрим Надеюсь Всякие Вредные телепередачи Меньше Находим в соцсетях Меньше Смотрим Какие-нибудь Развлекательные фильмы В общем Меньше развлекаемся И больше Серьёзно И больше Включаемся В свою внутреннюю работу И вот Сделать нам так Чтобы Эту работу Максимально Не нарушить И проявить Любовь к людям Прийти Поздравить Потом потихонечку Уйти Всем делать праздник Вот Сделать Какой-то такой Тихий праздник Пускай люди На самом деле Бывает Что люди Проникают Вот так можно праздновать Так тоже можно Попраздновать Даже без водки Может быть Можно попраздновать И как это на самом деле Интересно Какой был опыт полезный Вот Бывает по-разному В общем Нужно исходить Из любви ближнему И из того Чтобы свой мир Внутренний Потерять Такой тоже вопрос Который Ну скажем так Отчасти Происходит От нашей беседы А вообще Насколько Можно христианину Веселиться То есть Ну Мы Когда читаем Евангелие Мы там Не видим Моментов Смеха У Христа Да Или Какие-то Шуток Юмора Но при этом Наша жизнь Она как бы Она без этого Ну никуда Даже Да Той же в армии То есть В армии Там ты без юмора Ну просто Долго не протянешь Да В той же семинаре Тоже Как бы Наши семинаристы Одни из лучших Юмористов Я считаю То есть Люди с юморами С юмором С таким добрым Хорошим Насколько вообще Позволительное Христианину Веселиться Разве Не должны мы Все свое время Все свои силы Направлять Вот сугубо На борьбу со страстями И скажем так Вот постоянно Находиться В таком духовном тонусе Или все таки Иногда можно Позволить себе Как-то отдохнуть Да Позволить какие-то Развлечения Увлечения Вот Где тоже здесь Правильный подход К этому Ну Святаяцы говорят Что веселость Она должна Присутствовать Вообще в человеке И юмор Доброе слово Добрая шутка Она является Хорошим средством В некоторых случаях В моментах Например Шуткой можно Разредить Накалившуюся Тяжелую обстановку Когда Начинается конфликт И порой Шутка может Вообще Снести все Все посмеются И все Помнят Что это Как-то Нелепо И глупо Было Все эти претензии И можно Выйти Из этого Момента И юмор Позволяет Пережить Какие-то Трудные Времена Трудные Моменты Конечно И мы знаем Например Преподобного Вроси Оптинского Который Был очень Жизнерадостным Человеком Вот тут Скорее Должна быть Не веселость А должна быть Жизнерадостность Потому что Веселость Она Какой-то Имеет Такой Иногда Оттенок Вот Как Не всегда Хороший Скажем так Оттенок Имеет Должна быть Какая-то Внутренняя радость И эта радость Она не может Не распространяться На окружающих И вообще Жизнь христианина Она должна Человек Приводить Внутренней радости Об этом Говорит Стоятцы Что Царствие Божие Это Апостол Павел Об этом пишет Царствие Божие Это мир Радость В праведности Действием Духа Святаго То есть Царствие Божие То есть Плод Духовной жизни Человека Плод духовной жизни Человека Это мир И радость Если у тебя Только все мрачно И все плохо То возможно Ты идешь куда-то не туда Потому что Должно быть Мир и радость Ты пришел на исповедь С тяжелым сердцем Потому что Ты натворил там чего-то Наговорил Нагородил Ты Богу Поплакал Господи Как я мог Так поступить Прости меня Священник Тебя пожурил Дал тебе Какой-нибудь Может быть Семью Что-нибудь Что-нибудь Делать Но Разрешил грех Ты выходишь Исповеди У тебя На сердце Тихая радость Ты Разрешил С того камня Тяжелого Который у тебя был И ты готов Аж подпрыгивать Ты не можешь Не делиться Этой радостью И молитва Должна По учению С тех отцов Заканчиваться Тихой радостью И после причастия Должна быть Тихая радость И вот я После литургии Ты должен выйти Из службы И у тебя должна быть Радость на сердце Если ты выходишь С службы мрачной Значит Что-то ты там Сделал не так Ну это мы говорим О радости духовной А вот радость Такая Скажем так Мирская То есть радости Вот какие-то Которые мы находим Есть Есть У нас Бескорешность Совершенной радости И удовольствие Безгрешное И Например Ты Целый день Хотел пить Вот И ты очень сильно Хотел пить А потом ты взял Стакан воды И сделал Живительные глотки Прохладным Жару Летом И ты когда пьешь Эту воду холодную Тебя же там Какая невероятная Радость внутри Казалось бы Что такого Просто вода Холодная Чистая Свежая вода Из лерника Например Сладкая Вкусная Когда ты целый день Работал где-нибудь Ходил На заводе Или где-нибудь еще Потом вечером Ложишься на кровать И такая же радость Большая Она же безгрешная Это же удовольствие Но она безгрешная В душ пошел Частоту навел Уходишь Потому что у тебя Такая безгрешная Совершенная радость Ты голодный был Целый день Пришел вечером У тебя там Ну какая-то простая пища Допустим Совершенно Не изысканная Не из ресторана Простая пища Она тебе будет Большой радостью Эта пища Это безгрешная радость Это безгрешное удовольствие. И опять-таки мы должны смотреть, что это удовольствие происходит в моём сердце. Потому что бывает так, что пошутишь, и на сердце как-то так, за что-то там у тебя, за червячок сначала есть в твоём сердце. Что-то ты почувствовал, что совесть начала себя обличать. Что-то нехорошо я сказал. Или ты полежишь чуть лишнего на диване, утром не хотев вставать, а потом ты уже весь разбитый. И ты понимаешь, что зря я полежал, что-то я сразу встал. Или куда-то сходил, какой-то фильм посмотрел, и ты понимаешь, что вот вышел, вот тебе вообще раздрай на душе после этого фильма, полный раздрай. А ты понимаешь, что ты, да, вот это зря я посмотрел. Или песню послушал. Что-то по телефону наговорился так, тос это, всех обсудил, и опять понимаешь, что тебе на душе раздрай. И вот этим определяется, как я пошутил, хорошо или нехорошо, правильно ли я сказал. А потом потихонечку человек приобретает опыт, и потом говорит, господи, вот это я нашутился. Лучше в следующий раз буду вообще молчать, или с этим человеком я лучше в эту компанию не пойду, потому что я там опять буду с ними вот это всё говорить, шутить, я потому что знаю себя. И ты получаешь опыт, и потом понимаешь, что вот эта веселость доступна, хорошая. Но, правда, человеку ты ещё помог этой веселости. А вот эта веселость, она уже какая-то не такая, лишняя. Это тоже с опытом. Мы вообще должны всё постигать с опытом в церкви. И вот для этого нужно таинство исправить причастие, когда ты приходишь и знаешь разницу после причастия мира и радости, а потом когда ты что-то не то створил. Спасибо, отец Александр, за интереснейшую беседу. Дорогие друзья, напоминаю, что свои вопросы вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте, телеканала «Самара ГИС», раздел, передача «Просто о вере». С вами мы прощаемся. Ангелы всем хранителя, с Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова